Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео хочу с вами предметно поговорить об освещении стеллажей для фиалок. Сейчас этот стеллаж предстоит мне разобрать и я решила вам предметно, конкретно и скажем так на пальцах рассказать принцип освещения фиалок и других растений, которые нужно и, скажем так, которые нужно учитывать, которые нужно учитывать и которые нужно понимать, когда вы хотите сделать стеллаж и сделать стеллаж качественным, сделать стеллаж хорошим, чтобы фиалочкам и другим растениям хватало всего. И как же это сделать, как же разобраться и определиться с освещением. Я эту тему уже поднимала в своих видео, но как-то так все вскользь, не сильно точно, не сильно конкретно. Сейчас же я хочу более детально, скажем так, без научных каких-то особых замысловатых слов, просто по-простому объяснить, как, где и что. Это мой опыт, опыт использования именно светодиодов, светодиодного освещения, именно светодиодной ленты. И это опыт использования и выращивания фиалок на этом освещении больше двух лет, потому что я, так сказать, начинала вместе со всеми использовать именно стеллажное освещение, в качестве стеллажного освещения именно светодиоды. Поэтому опыт есть и есть определенный такой вот много моментов, на которые мы, как правило, не обращаем внимания и статьи об этом говорят, молчат, никто ничего, как правило, не рассказывает и не показывает. Ну а сейчас я решила уже, раз мы делаем демонтаж, раз я разбираю светодиоды и хочу вам показать, какие из них какие, чтобы вы не совершили те ошибки, которые совершила я. Итак, давайте приступим. Итак, для начала, сначала давайте поговорим о том, какие нужно использовать светодиоды. Использовать нужно светодиоды, вот как вот здесь, холодного белого света. Холодный белый свет. Ни красный, ни фиолетовый, ни розовый, ни синий, нет, однозначно нет. Много статей, много девочки рассказывают и научно доказывают, что фиалка сама и другое растение выбирает себе спектр, который ей поступает. И они замечательно и красиво растут и цветут и зацветают. Не нужно издеваться над фиалками, над собой ставить красные светодиоды и терпеть это освещение. Вот это вот, да, непонятно что. Это, опять же таки, мое мнение, мой опыт. И я насчиталась очень много информации и решила попробовать по минимуму. И все растет, все прекрасно. Все. Так, белый холодный свет. Теперь, какая же интенсивность должна быть светодиодов? Светодиоды я брала самые яркие. СМД, 5730 и так далее и тому подобное. Вот эти выше, которые идут. Поэтому ниже я не брала. Пишут и 36, 35. Я не знаю, я их не использовала. Я использовала 56,30, самый яркий, который я видела в объявлениях. Я покупала и, слава богу, фуус работает и растет дальше. Теперь, светодиоды должны быть без изоляции. Потому что та изоляция, которая делается от водонепроницаемости, чтобы вода не попадала. Изоляция эта, она очень сильно уменьшает световой поток. Поэтому нужно ее снимать. Я чуть позже об этой изоляции вам расскажу и покажу, почему ее вообще не надо покупать. Именно такую, особенно если у вас нет никакой нагрузки в качестве освещения. Именно, чтобы у вас на растение падал нормальный, замечательный свет. Достаточно обыкновенной светодиодной ленты. Холодного, белого света. Которая у нас СМД 5630 и дальше. И выше, и больше по цифрам. Теперь, какую ленту не надо брать. Первое, это то, что я уже сказала в оплетке, которая изолирует от влаги. Сейчас вам покажу детальнее, что случилось именно с этой лентой. Я думаю, вы вот в этом углу уже увидели такие просветы. Это самая молодая лента, которую я брала. И буквально немножко... Она поработала меньше года. Вообще. Меньше года. И она, видите, сколько прогорело на ней светодиодов. Вот такое барахло. Извините за выражение. И вот еще в этом углу опять же. Эта лента, которую вы сейчас видите, которая без изоляции. Она работает уже третий год. И с ней тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке. Не нужно брать свет белый, желтый, который теплый. Вот самая верхняя полка. Дело в том, что его можно взять, но тогда количество света в два раза меньше. И получается, вам нужно в два раза больше светодиодной ленты. Вы можете взять теплый, белый, но сразу из расчета того, что вам на один метр нужно будет больше в два раза этой светодиодной ленты, чтобы получить такой же световой поток, как от ленты холодного света. Поэтому экономнее и проще купить холодного света. Она не выедает глаза. Почему-то все считают, что холодный свет выедает глаза. Ничего она не выедает нормально абсолютно. Она же светит вниз на фиалке, а не вам вот в лесу. Поэтому для фиалок абсолютно замечательно и классно подходит вот такая вот светодиодная лента холодного белого света. В оплетке не берем. Я уже вам показала, что это просто абсолютно неподходящее. Ну абсолютно. Оно никуда не годится и прогорает. И все. И качества никакого. Теперь дальше. Как же рассчитать? Итак, как же рассчитать необходимое количество для того, чтобы вырастить фиалки, которые у вас зацветут и нормально сформируются именно на стеллаже? Потому что освещение, как мы знаем, это самое важное, одно из самых важных в выращивании фиалок и других растений. Я думаю, что многие из вас считали, рассчитывали и видели, что много форм, много рассуждений, такие там расчеты, все так сложно. Голова вскипает, как подумаешь, что это все считать. Первое, что вам нужно знать. Когда вы покупаете светодиодную ленту, расчет ведется такой. Самое важное в этом деле, это рассчитать количество ампер, под которые мы подбираем блок питания. Потому что светодиодная лента подключается к блоку питания. Это все уже, наверное, знают. Поэтому, как же рассчитывается? Самая простая формула, это просто 1 метр ленты, это 1 ампер у вас на блоке питания. Если у вас лента 12 метров, вам нужно 12 амперный блок питания. Но если у вас, допустим, больше ленты, значит, нужно брать больше и лучше брать с запасом. То есть, если у вас 5 метров, вы лучше возьмите на 12 ампер. То есть, чтобы был запас, потому что все-таки китайская, это и есть китайская. И сейчас у нас вообще качественного очень сложно найти. Они ломаются. Я об этом говорила. Есть ссылка в описании. Пожалуйста, посмотрите, как выбрать блок питания и светодиоды. Там все детально рассказывается и описывается. Самое важное, чтобы вы могли блок питания, в случае чего, поменять по гарантии. Чтобы вам было ближе идти именно по блоку питания. Теперь насчет ленты. Ленту, вы знаете, вот все-таки, все-таки сидишь, считаешь, понимаете? А в итоге получается, что они вытягиваются, не хотят расти, что-то с ними происходит. Вот уж, ну не то. В конечном итоге опыт и практика показывают, что расчеты расчетами, а впоследствии приходится добавлять ленты, потому что не вся лента идет такого количества света, как надо. Не вся лента такая яркая, как надо, потому что и подсовывают, и все. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это определяться по своим растениям. К сожалению, еще я не встречала ни одного фиалковода, который с нуля, с первого раза сделал стеллаж и его потом не переделывал. Это жизнь. Здесь ничего страшного нету. Помните о том, что у вас, чтобы измерить силу света, вот здесь вот, как определить, нужно добавлять или нет. Первое, что вы можете сделать. Вы можете купить непосредственно прибор, который измеряет силу света. Люксометр он называется. Положить, посмотреть, померять люксы здесь, померять люксы посередине полки, померять люксы выше, ниже, и там уже и произвести замеры, и сказать, вот да, нужно ленту добавлять. Это самый дорогостоящий момент. Второй момент, который можно сделать, это, ну, на глазок определить, хватает или нет, то и сам посмотреть, и этот. Но человеческий глаз, он очень мало светочувствительный, и это нужно всегда знать. Даже если в два раза уменьшается количество освещения, мы практически этого не замечаем. Для растений это уже мало, а для нас нормально. Поэтому самый простой метод, который работал и работает и будет работать всегда, это ваше растение. Для начала выбирается группа растений, которые нормально, более-менее переносят искусственное освещение. То есть, мы берем там оптимары, простые сорта или другие, и ставим выращивать. Вот если она растет, вот, ровненькая, более-менее, да, здесь момент такой, что она не разложилась, потому что они у меня плотненько стоят. Сейчас покажу, как. Они у меня очень плотно стоят, поэтому им негде раскладываться, и поэтому они у меня не делаются такими ровными розетками. Им, да, и места побольше, они будут расти. Это я просто вам, к примеру, показываю, чтобы вы понимали, почему у меня немножко приподняты листики, потому что сейчас у меня перестановка, это все, значит так, мы берем растение, ставим пробное на испытательное, да, вот, на испытание. Если она начинает вот так вытягиваться, это мало света ей. И начинаем определяться. Ага, у нас она вытягивается. Места хватает, все в порядке, значит, что нужно сделать? Просто поставить растение в емкость. Чуть-чуть поднять. Именно коробку, на что угодно, вы поставили, подняли. Если она в течение двух-трех недель распрямляется, выпрямляется, значит, вы знаете, что растению нужно добавить освещение. Дело не в самой фиалке, а именно в освещении. Взяли, провели эксперимент, посмотрели и добавили ленту сверху. У меня был такой вариант, когда я действительно покупала светодиодную ленту, и по цифрам, кстати, она у меня сейчас висит здесь сбоку, и по цифрам все было хорошо, и вроде бы вот она такая вся нормальная, а как я ее прицепила, у меня все дружно девочки подняли руки вверх, я не могла понять, что такое. Когда я добавила еще ряд светодиодной ленты, уже другой, все, все выровнялось, все нормализовалось, растения стали расти. Самый простой метод и самый дешевый, это смотреть на ваши фиалочки. Смотреть, наблюдать. Если девочки формируются ровненькие, если у них все в порядке с розеточками, как в этом случае, вот она себе ровненько формируется, все хорошо. Здесь то же самое, цветем, растем, формируемся, руки не задираем, послушные, значит, все в порядке, освещения хватает. Но тоже помним, что если места мало, и они у вас не помещаются друг с дружкой, значит, нужно им дать место, чтобы разложиться. Помним, конечно же, и об особенностях сорта, потому что есть сорта, которые на естественном освещении растут красивые, ровненькие, а на стеллажах поднимают руки вверх. Какое бы ни было освещение, они все равно руки вверх эти поднимают. Также помним о том, что у нас, если мы выращиваем фиалки непосредственно с листа, некоторые детки тоже могут сразу вытягиваться. И это тоже не зависит от освещения, потому что есть сорта, которые сначала в стволе, потом фиалка. Ну, такое бывает, это нормально, это каждая фиалка развивается по-своему, и это нужно учитывать. Не все фиалки одинаковые. Некоторые могут расти, цвести на стеллаже, другие нет. То есть, это обязательно нужно учитывать, когда вы хотите сделать стеллаж. Конечно же, конечно же, самое важное, вот на эту полку, которую я вам показывала, и все мои полочки, здесь у меня идет, у меня на эту полку идет три ряда светодиодной ленты. По краям балки, посередине и сбоку. Становится здесь приблизительно, вот ширина полки, ширина полки приблизительно 60-80 сантиметров, где-то так. Какая конструкция стеллажа, я вам уже рассказывала, как я это собираю, показывала, что это все можно сделать самостоятельно, без посторонней мужской помощи. Все решимо, все возможно. Если захотите, есть видео в описании. Это об освещении. Самое важное, вот в конце хочу подчеркнуть, не бойтесь пробовать. Помните о том, что то, что вы рассчитаете, то, что вы посчитаете, это одно. Но то, что вы смонтируете, то, как оно у вас будет светить, это совсем другое. То, какое у вас напряжение в электросети, это тоже имеет значение, потому, что у нас, к примеру, зимой было такое, что все тустное, все не хотелось светиться, я не могла понять, в чем. Ну, а так как у нас перенагрузка системы была, электроснабжение, у нас получилось, что мы все в потемках ходили, и, соответственно, на стеллажах была такая же ситуация. Поэтому все нужно подбирать под ваши конкретные условия, по расчетам, которые я вам рассказала. 1 метр, это 1 ампер, подбирается на такую полку шириной 50-60 сантиметров, может, метр достаточно. Вот такое у вас освещение, 3 ленты. Потом посмотрите, если не хватит, добавите, если будет много, уменьшите. Ничего страшного, лента это не такие деньги, как, допустим, те же лампы, потому что лампы очень дорого стоят. Почему я не лампы выбирала? Лампы дорого, лампы греются, лампы не то, я, как посчитала, сколько мне влетит вообще стеллаж с лампами, я решила, что, наверное, нужно с фиалками завязывать. Но когда мы посчитали уже конкретно светодиоды, их цена, цена меня порадовала, и я смело решила сделать, и когда у меня не получилось, потому что я первый раз взяла непосредственно теплые, потому что, ну, никто же не сказал, что нужно только холодный свет, потому что не хватает. Все равно фиалки росли, все равно укоренялись листья, и, допустим, если вам нужны листики укоренять, то им не нужно такое количество света, достаточно две ленты на полку, и листики отлично укореняются именно вот на самых верхних полках. Вот аж там, там, там. В самом верху у меня две ленты. Вот, если вы посмотрите. Вот, видно, на верхней полке две ленты, и на второй сверху тоже две ленты. Высота между полками у меня 30 сантиметров, это если без светиля. Если с светилем, вот 30 сантиметров здесь, если без светиля 30 сантиметров, если с светилем, это 40 сантиметров, это высота полки. И когда 40 сантиметров, с светилем, вот такие фиалочки растут, цветут. Это фиалки, которые выращены на искусственном освещении. Они в жизни своей не видели, естественно. Но при этом им хорошо, они цветут, они меня радуют. Это лишь небольшая часть, потому что сейчас все переставляю, буду демонтажить, потому что уже уменьшила объем, и немножко радуюсь этому. Кому будет интересно, приглашаю посмотреть на меня. Приглашаю посмотреть те видео, которые уже сняты на тему стеллажей. Если будут вопросы, обязательно пишите, задавайте. Помните еще раз, что ничего страшного, если чего-то не хватает, всегда можно что-то докупить, сюда можно приклеить, добавить, и все в порядке. Смотрите, наблюдайте за вашими растениями. Четкой формулы, четкого количества вам никто не скажет, потому что вы можете купить ленту одну, а эта лента окажется, она не такая яркая, как нет, как вы хотели. И очень важно понимать, что человеческий глаз не может оценить степень яркости освещения. Это может оценить прибор, или же ваше растение, по ним смотрите и решаете, добавлять вам или убирать. Вот и все. На этом все. Спасибо за просмотр. Видео получилось немножко длинным. Надеюсь, что вам многие моменты были понятны. На этом все. Спасибо за просмотр. Будут вопросы задавать, и по возможности сюда отвечаю. Спасибо за просмотр еще раз. Красивых цветов, хорошее настроение. До новых встреч. До свидания. Это наша новая помощница, которая просто вопит от того, что ты ее на руки взял. Любит шмонать мне фиалки. Я ее сюда не пускаю. Все, отпускаю. У нас дикая кошка. Она на руках не любит сидеть. Вот так. Всем пока-пока. Продолжение следует.